чей пост не принимает Всевышний Аллах. Кто же эти люди? Кто-то скажет, откуда вы знаете, что их пост не примется? Вы что, знаете сокровенные? Нет, мы не знаем сокровенные, но у нас есть Коран из Сунна. Во-первых, пост не принимается у того, кто предает Аллаху сотоварища. Вы спросите, а что, многобожник соблюдает пост? Да, в Коране сказано, большая часть их верует в Аллаха, предавая ему сотоварищей. Некоторые люди убеждены, что если бы не врач, их сын умер бы, что сын не нашел бы работу и так далее. То есть считают это заслугой человека, забывая об Аллахе. Если приобщишься товарищей, тщетами станут твои деяния, и ты будешь одним из потерпевших убыток. Во-вторых, не принимается пост лицемера, который, когда рассказывает, лжет, когда обещает, он нарушает обещания, а когда ему доверяются, он предает. Двуликий человек, да упаси нас Аллах. В-третьих, оставляющий молитву, так как, по мнению некоторых ученых, он не является мусульманином. И тот, кто молится периодически, делает обеденный, оставляет вечерний, совершает только утреннюю и ночную молитву. Наша религия — целостная система. Например, я отправляю сына в школу или университет, и говорю ему, «У тебя два полугодия, и в каждом из них по пять предметов». Если я скажу, мой сын слаб в грамматике или в науке, то мне скажут, «Хорошо, заберите его и идите учиться в другое место». Нельзя брать часть религии и оставлять часть. Поэтому религия — это полноценная система, состоящая из двух свидетельств — намаза, поста, закята, хаджа. Почему Аббакар сражался с вероотступниками? Они совершали намаз, хадж, произнесли свидетельства, но отказались сплотить закят, и он посчитал их вероотступниками. То есть нельзя пренебрегать частью религии. Также еще три человека, чей пост не принимается. Это тот, кто не слушается родителей, и тот, кто попрекает свои милостыни. Говорит, например, «Я тебе сделал это и это. Помог твоей дочери справить свадьбу, помог сыну с работой». И третий — тот, кто не верит в предопределение и не признает предписания Всевышнего. Также не принимается у того, кто насмехается над религией. Говорит, «Смотрите-ка на эту, покрылась она». Причем здесь аяты Корана? Зачем вы впутываете религию в экономику? Зачем религия вмешивается в искусство? Он говорит так, принижая религию. И Всевышний Аллах не примет от таких людей нежелательное, необязательное поклонение. Также не принимается у того, кто придумывает то, что противоречит Исламу или следует заблудшим течением, как последователи Ахмадии, Бахаиты и другие течения, выводящие человека из религии. Да упаси нас Аллах! Пост этих людей Всевышний не принимает. Остался еще важный вопрос. Некоторые люди в Рамадане встают на правильный путь. Начинают молиться, поститься, а после опять оставляют. «Ты что, частично мусульманин?» Девушка одевает хиджаб в Рамадане, а затем все снимает. У таких людей Всевышний не принимает пост. Да упаси нас Аллах! Поэтому каждый должен задуматься и постараться не быть одним из упомянутых людей, поскольку это большая беда и проблема, если Всевышний не принимает твое поклонение. Сколько же постящихся не получают от поста ничего, кроме голода? И сколько молящихся ночью, кто не получает от стояния ничего, кроме бодрствования? Что же говорить о тех, кто вовсе не утруждает себя, физически не усердствует? Просим Аллаха, Свят Он и Велик, принять от нас и от вас, и сделать нас из числа тех, чье поклонение примется, и они обретут счастье. Аминь.